Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Джудо». С вами Роман Карасев. И сегодня я нахожусь на ВТНК, где в рамках международной выставки форума «Россия» в павильоне «Роснефть» проходят дни самбо, год 85-летия самбо. И сегодня мы снимем небольшой репортаж, где вы увидите открытый урок, показательный урок по самбо, который проведут студенты Российского университета спорта, которые проводят обучение самбо. Приятного просмотра! И вы смотрите видеоканал «Планета Джудо». И в этом же прежде всего, смотришь историю «Сибирс» как раз власть самая крупная страна компания, подключающая новосток. «Россия» не боится, чем же на самом деле гражданские гигианина «Россия» «Россия» не видела, чем же на самом деле. Получился город «Россия» 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 Продолжение следует... 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 Корреспондент телеканала «Россия» сейчас будет изучать раздел «Самбо самозащита». Продолжение следует... 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 И вот зрители там. Есть федерация сам по Китаю? Нет. Нет. К сожалению, там есть какие-то люди, которые пытаются там как-то участвовать в этом развитии, но когда... Здесь нужна жесткая установка сверху. То есть, когда они поймут, неважно, там два президента договорятся, что мы развиваем... Собственно говоря, если не правильно помнить, интервью китайскому СМИ, наш президент, прям по центральному телевидению это звучало, что это был бы очень хороший мостик между нашими... Если мы успешно, и в общем-то и так выбираем успешное ушоу на территории Российской Федерации, было бы очень здорово, если бы точно так же мы развивали бы это в Китае самбо. То есть, ну, такой посыл, вообще, я журналист, наш президент, в общем-то, сделал. Поэтому... Ну, тогда же туда надо посылать специалистов, которые могут там, как говорится, Знаете, как ни странно, лучше, чтобы это было... Как бы, свои кадры. Потому что, когда мы посылаем, ну, что он приедет, он покажет... Покажет приемы, и приемы можно показывать бесконечно. Нет, там будет жить, и там тренировать, и там... Ну, вот видите, вы сейчас говорите опять. Вы говорите о подготовке спортсменов. А мы говорим о развитии. Развитие – это сеть клубов, это система пропаганды, да, информирования. Это государственная система или частная система. То есть, занимаются бразильским ученикам, платят деньги. Вот я сейчас разговорил. Но занимаются ученикам, занимаются другими системами. То есть, это же нужно организовать, нужно запустить машину. А вы говорите, вот приедет, и бесплатно для них будет работать. Нет, не бесплатно. Конечно же, компенсировать, наверное, кто-то должен ему затратить. Вот парадокс, что вот, когда наши тренеры приезжают, то есть, предполагают, мы говорим, ну, вот, вы меня сюда привели, и обеспечьте меня, да? Обеспечьте меня это, да, вот это. А я подумаю, показывать вам что-то, рассказывать вам. Ну, по сути, он будет как штатная единица Международной Федерации Самбо по развитию самбо в тех странах, где самбо не развита. Мы сегодня не можем развивать все страны, где самбо есть, у нас нет никакой динамики, нет никакого развития. Потому что это, ну, каждая, ну, это особенность человека, каждый работает сам на себя. Ну, нужны инициаторы, да? А когда нужно кому-то, это нечто, да, это непонятно, это абстрактно. На ваш взгляд, вот такое мероприятие, как Дни Самбо в рамках вот Международного форума России на ВДНХ, насколько это мероприятие, ну, может дать какой-то еще информационный повод в средствах массовой информации для развития средств? Ну, я думаю, что, ну, вот сейчас, допустим, попытки снимать, то есть, участие телевидения, и даже если там промелькнет, какие-то слова скажут, то это, возможно, это будет иметь какую-то реакцию. То есть мы и так, в принципе, пытаемся везде об этом говорить, но уже, как бы, наши коллеги говорят, слушайте, у нас слишком много самбо вокруг, да? Ну, и неплохо, наверное, его мало, нужно, чтобы еще было больше. Потому что многие федерации, по сути дела, они пытаются наш опыт повторить и каким-то образом борьба и дзюдо, они пытаются на своем каком языке, но со своими возможностями тоже тиражируют, да, попытаться что-то делать похожее. Ребята что сейчас будут демонстрировать? Просто приемы самбо? Сейчас просто идет фоновый такой, как обычный, открытый занятий. То есть они отработают свои проекты. Здравствуй. Здравствуйте. Как тебя зовут? Арсений. Арсений. А как ты вообще здесь оказался, в таком месте, где сегодня показывают пока непонятно что? Ну, если честно, это папа в этой компании работает. А скажи, пожалуйста, ты знаешь вообще, что вот это такое вот здесь сзади тебя? Самбо. Самбо? А что такое самбо? Ну, это захваты всякие, вид спорта. Вид спорта. А ты занимаешься самбо? Я занимаюсь кудо. Кудо. Кудо это там, где бьют друг друга. Да. А в самбо? Сделаю доход. И чего еще? И бросаю, да? Да. Мы сейчас тогда с тобой посмотрим, что здесь будет происходить. А потом я с тобой еще поговорю. Хорошо? Ну, давайте. Это смертельно-то сможет. Надеюсь, я сюда буду снимать. Так, давайте. Вот если нападает меня, давайте. Ага. Вот сюда. Вот здесь. Поворачиваю. Разворачиваю. Раз. Сильно. Второй. Так, держите. Вот мне на самом деле. Так, вот хватается. Раз. Поворачиваю. Раз. И в этот момент его заладим. Все. Грабите? Вот и все. Ну, вот, собственно, вот так проходит мастер-класс. Любой желающий может попробовать себя вот в роли, например, с самого места. А тебе нравится, когда ты кого-то бьешь? Или когда тебя бьют? Нравится. А нравится, когда ты бросаешь или тебя бросают? Да, нравится. То есть ты родился уже борцом, что ли? Нет. Нет? А скажи, пожалуйста, вот если тебе бы предложили самбо или кудо, что бы ты выбрал? Кудо. А если бы тебе предложили самбо, кудо или мороженое с земляничным джемом? Кудо. Кудо? Кудо. Ты точно уверен? Точно уверен. Ну, а может быть, ты все-таки посмотришь сейчас вот на самбо, а завтра утром встанешь и скажешь. Нет. Нет, все-таки самбо это то, что я ждал все свои, сколько, шесть лет. У меня завтра тренировка по кудо. Кудо. Ну, хорошо. Тогда скажи всем своим, так сказать, таким же юным молодым ребятам какие-нибудь пожелания. Можешь передать всем какие-нибудь пожелания, чтобы они, допустим, шли заниматься кудо или шли заниматься самбо или и катались на велосипеде. Что ты хочешь им сказать? Спортом. Чтоб они занимались спортом. Любли то, чтобы дышать. Любли то, чтобы дышать. А тебе мы пожелаем крепкого здоровья и приходи на самбо. Спасибо. Придел. Спасибо. Самбо это даже лучше, чем мороженое с земляничным джемом. Пожалуйста, интервью. Ну что, давайте. Процесс обучения начался. Самбо это просто. Я знаю, чтобы Мария показала за пяточку. Посмотри. Посмотри. Давай, все просто. Работаем, ребята. Что ты к Марии побежал? Все нормально. Молодец. Он гений. Ты к Марии побежал. Арсений, иди ко мне сюда. Тебе приз за волю Ксампы. Вот тебе такой журнал «Мурзилка». Спасибо. 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 Круто. Я считаю, что у нас есть журнал. Потому что я знаю, что мне в детстве так мало выписывало. А теперь журнал можно выписывать, даже когда ему уже сто лет. И он тоже, «Мурзилка», тоже самбист. Круто. О! Подожди, не шахматы, потому что он взял от дома. А, да, у нас дома. А ты в шахматы играешь? Да! Он еще и в шахтах играет. Чемпион мира по шахматы. Побежит. Смотри, мы считаем все детства. И стал победительным и престижным игроком. Кому-то доступен.